На канале Пара Квариумистика есть отдельное видео про ампулярии, а вот и ссылочка на это видео. Здесь вся основная информация об уходе содержания, но в этот раз я решил копнуть чуть глубже и рассказать о разведении этих замечательных моллюсков. Так что усаживайтесь поудобнее и поехали! Ампулярии пользуются огромной популярностью среди аквариумистов, невзирая на то, что они практически не спасают от водорослей, тем не менее их яркий внешний вид и относительное неприкатливое содержание делает свое дело. Более того, цена этих улиток невелика и каждый аквариумист может себе позволить обзавестись таким аквариумным жителям. Не трудно догадаться, от чего зависят цены вообще, в принципе, на все живое для аквариума. Конечно, это разведение. Чем проще способ разведения, тем ниже цена. Напомню тем, кто и так знает и скажу тем, кто не знает, что под названием ампулярия скрывается несколько видов крупных пресноводных улиток, но разводятся все они одинаково. Давайте начнем с того, что половая зрелость у ампулярий наступает по достижению возраста 12-15 месяцев. Большинство представителей семейства ампулярий, которые являются самыми распространенными в нашей стране, раздельно полы. Соответственно, для разведения нам понадобится пара самец и самка. Как определить пол, я уже показывал, но чаще всего аквариумисты не заморачиваются с этим и просто в один аквариум закидывают около пяти улиток. Как правило, такой аквариум вмещает в себя 30-50 литров. Для постоянного содержания это не совсем правильно, особенно если объем аквариума не особо большой. Но для разведения временного содержания приемлемо. От самого аквариумиста требуется только одно. Не мешать ампуляриям и поддерживать чистоту в аквариуме. Если улитки половозрелые, они все сделают сами. Самец и самка сливаются. Считается, что самец всегда будет сверху. Но по моим личным наблюдениям, иногда обе улитки лежат на грунте и это им не мешает спариваться. Обратите внимание на то, чтобы от верхнего края аквариума до воды было примерно 10-15 сантиметров. Те ампулярии, которые чаще всего встречаются у нас в аквариумах, откладывают икру не в воду, а над поверхностью. Тут стоит сказать, что существуют непопулярные ампулярии, которые откладывают икру прямо в воду. Но вероятность того, что вы встретите такую ампулярию, равно 1% из стаи. Поэтому не будем на них акцентировать внимание. Хорошо, если у вас есть крышка для аквариума или покровное стекло. Ампулярии достаточно умные улитки по сравнению с другими видами, однако иногда совершают глупость и покидают аквариум. Если вовремя не обнаружить пропажу, ампулярия гибнет. А оплодотворенная самка точно полезет по стеклу искать место для кладки. Этим местом может быть внутренняя сторона стекла аквариума, крышка и обратная сторона аквариума, если крышки нет. Вот вам пример. Нерест у ампулярии происходит вечером или ночью, но не обязательно в темноте. Эти улитки откладывают икру при помощи ноги, пододвигая икринки друг к другу, чтобы они образовывали плотную кладку. Как правило, самка запоминает свое место и чаще всего откладывает новую кладку в том же месте, где уже делала это. Как видите сами, кладка ампулярии напоминает виноградную гроздь. Она еще совсем мягкая, но пройдет немного времени, кладка покроется корочкой. Дальше есть несколько вариантов развития икры. Вариант первый. У вас есть крышка или покровное стекло на аквариуме. Если кладка отложена не рядом с лампой, можно оставить. Для развития икры важна влажная среда. Между водой и крышкой эта влажная среда есть. Обратите внимание на температуру воды в аквариуме. Она должна быть 24-26 градусов. Если все так, то примерно через 2-3 недели у вас появятся малыши. Второй вариант. Самый распространенный среди аквариумистов. Снимаем кладку. Делаем это очень аккуратно. Тонким плоским предметом. Я обычно использую для этой цели перочинный нож. Теперь берем небольшую емкость. Наливаем в нее воду из аквариума. Примерно половину от общего объема. Можно чуть больше. На ваше усмотрение. Гроздь икры размечаем на нетонучей поверхности. Лично я использую пластиковую крышку или кусочек пенопласта. В крышке на мой взгляд безопаснее. Но есть одно но. Малышам из нее трудно попасть в воду. Разместив икру в емкости, мы ее закрываем и отправляем в аквариум. Таким образом икра в безопасности и поддерживается нужная температура воды. Третий вариант. Все тот же самое. Но в аквариум не погружаем. Приемлемо, если в квартире тепло. Самое главное, не забывайте периодически открывать крышку для проветривания. По мере вылупления молодые улитки сползают в воду. Теперь самый важный этап это кормление. На этом этапе я обычно пользуюсь кормом тетратебимин. Корма, который остается от рыб, недостаточно. Тетратебимин это таблетки для самов, которые быстро опускаются на дно и распадаются на маленькие хлопушки. Становится мягким и малыши с удовольствием его едят. Если в аквариуме есть рыбки, то идеально кормить их в тот же момент, что и улиток. А иначе рыбки начнут забирать корм у улиточек. Как правило, если малышей не очень много, то одной таблетки хватает. Но по мере роста улиток ампулярий, количество таблеток естественно увеличивают. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Но это я докормлю малышей. На самом деле они прекрасно едят все, что падает на дно. Это может быть абсолютно любой корм и даже дафния. Единственное, на что хочу обратить внимание, это подача листьев салата и подобное. Пока они совсем маленькие, обдавайте растительную пищу кипятком. В противном случае они попросту не смогут съесть. Улитки – живые существа. И они не только кушают, но и оставляют после себя отходы жизнедеятельности. Показатели воды резко начинают меняться, и тут одной подменой воды в неделю не обойтись. Даже если аквариум запущен давно и в нем налажен баланс, и даже если в нем есть живые растения. Этого при большом количестве малышей недостаточно. Меняйте воду чаще до тех пор, пока не раздадите или не продадите улиток. Замечу, что на живых замороженных кормах малыши растут быстрее. Особенно, если вода в аквариуме не ниже 25 градусов. На данный момент в аквариуме улитки разных возрастов. Самая большая – это, конечно же, родители. Но вот рядышком с ней улитки, которым уже около месяца, по полтора месяца есть. Есть меньше возрастом. Совсем маленькие, появились недельки две назад. Но вот это вот, например, улиточка. Примерно две недели. Вот еще улиточка здесь. Плохо ее видно. Вот улиточки. Эти недельки по две. Но вместе уживаются неплохо. Конечно же, зависит еще и кормление. Одни улитки едят больше и наглее. Они растут, соответственно, быстрее. Те улитки, которые опаздывают на кормление или лазят где-нибудь на растениях, питаются не тем, что я даю. Соответственно, растут немножко медленнее. В целом, разведение ампулярий – дело достаточно простое и нехитрое. Способов разведения этих улиток больше сотни. В этом видео я рассказал и показал, как это делаю лично я. Возможно, вы или ваши знакомые разводят ампулярий по-другому. Если ваш способ разведения радикально отличается от моего, обязательно напишите об этом в комментариях. И, возможно, я опробую его и сниму об этом видео. А пока на этом все. Всего вам доброго и до новых встреч на канале Пара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok